Анна пишет, здравствуй, стилист приходит в отель в 9 утра, встать в 7 нормально, ну что вообще нужно сделать до прихода стилиста, кроме завтрака и мытья головы, спасибо До прихода стилиста нужно подготовить абсолютно все аксессуары, которые могут понадобиться Это вообще не только до прихода стилиста, это до прихода всех подрядчиков нужно сделать То есть в день свадьбы, с утра, не должно быть пакетов, сумок, еще чего-то, что валялось бы по углам Чтобы не получилось так, что стилист приходит в 9 утра, а дальше в 10 к вам приходит фотограф И с ужасом начинает искать ваши заколки, ваши кольца, ваши туфли, ваши платья и так далее И все висит там-сям, и вы скачете, вместо того, чтобы спокойно собираться, и чтобы фотограф спокойно приступил к выполнению своих непосредственных обязанностей Фотографируемый не вас, он начинает выискивать эти вещи, вы начинаете ему помогать, бегать по номеру, по комнате Доставать там туфли и так далее, убирать сумки Или фотограф, вместо того, чтобы эти полчаса фотографировать, он начинает все убирать Сумки сгребать в один угол, пакеты в другой угол, платье доставать, смотреть вообще, как его повесить, где его лучше расположить и так далее Поэтому вот до прихода стилиста нужно самое главное все подготовить, все аксуары, которые могут понадобиться Пригласительные, которые могут понадобиться на фотосессию Почему до прихода стилиста вы поняли, да, уже, чтобы потом уже не бегать, не прыгать, не скакать Чтобы уже все было готово и вы спокойно сидели, красились, а фотограф уже все это использовал Если вы невеста, которая только начинает подготовку к своей свадьбе, не забудьте перейти по ссылке в описании к этому видео и забрать файл, который я приготовила для вас Туфельки, которые необходимы для фотосессии Колечки в том числе, не только оборчальные кольца, но и помолвочное кольцо Если оно есть, то тоже подготовьте его, оно скорее всего понадобится на фотосессию Стилисту, есть стилисты, которые просят, чтобы мытье головы было с утра, есть стилисты, которые просят, чтобы мытье головы было с вечера В зависимости от того, ну я так понимаю, что в зависимости от какой-то техники, укладки, не могу сейчас вам сказать Есть стилисты, которые просят, чтобы голова была полумокрая, полувлажная, да, волосы были полувлажные Даже в стильном баттле как раз-таки мы поднимали эту тему несколько раз Есть стилисты, которые говорят, что нет, нужно, чтобы голова была полностью сухая В общем-то, здесь уже спросите у стилиста, как лучше, потому что все зависит от стилиста, безусловно. И дальше нужно подготовить вещи, которые необходимы непосредственно для вашего образа. Если это волосы дополнительные, то волосы, соответственно, чтобы они не лежали где-то спрятаны, чтобы оно лежало в том месте, где вы планируете краситься. Стульчик, где можно будет расположиться, столик для стилиста подготовьте, где можно будет расположиться. Если розетка очень далеко, то какой-то удлинитель, ну если вдруг у стилиста не будет удлинителя, то какой-то удлинитель для стилиста, чтобы было все спокойно, размеренно, так скажем. Потом продумайте, в чем вы будете, чтобы не было такого, чтобы вы сидите в какой-то там распашоночке, ночнушечке, футболочке и приходит опять же фотограф и говорит, так, подождите, а есть что-нибудь там, халатик какой-нибудь красивый или еще что-то, и вы опять же начинаете бегать в самотохе и искать какой-то красивый халатик. Это, конечно, тоже нужно продумать и заранее, главное, подготовить. Ну и то, что вы сказали правильно, завтрак, без завтрака никуда Завтрак, водичку, чай, приготовьте, чтобы можно было, пока вас красят, чай пить, водичку пить В общем-то, в общем-то, все